Привет Крис, мы с тобой на игре на рассвете, игра организовывается тобой, было давно у меня желание взять ее интервью, что мы собственно сейчас и сделаем. Расскажи, как давно ты играешь в страйкбол? Так, во-первых, важное замечание по поводу организации игры. Пусть это будет официальным заявлением. Игры никто не организовывает. Я только придумал сценарий, мы приехали в него поиграть. Все остальные приехали присоединиться к нашей игре. Организатора в официальном понимании этого смысла здесь нет. Есть команда, которая приехала поиграть, а все остальные к ней присоединились. Надеюсь, юридическая составляющая именно такая. Это вопрос закрыт. Страйкбол я играю с сентября 2012 года. У меня есть фотка, где я в кожанке. В общем, такой бит совершенно жуткий. Сентябрь 2012 года. Соответственно, два с половиной года я в страйке. Два с половиной года. За какую команду ты сейчас играешь? Первая моя и последняя текущая команда, это команда огненные псы Fire Dogs. За ней присоединился не по цвету камуфляжа, не по типу оружия, хотя не без того, а за ребятами, с которыми я начинал играть, когда только начал страйкбол. И за ними же я пошел. Они сказали, пойдем в команду, я говорю, пойдем. Пошел за людьми и ни разу не пожалел. Так понимаю, вижу канадский листик у тебя там, да? Да. На разрузе. Кого вы моделируете? Команда моделирует канадские силы специального назначения. Такие крутые. Есть еще канадская пехота, с ней путать нельзя. У нас все по-другому, у нас шеврончиков нет. А, есть канадский Мабутей, короче, есть канадский спецназ, да? Да, есть канадская пехота, да, есть канадский спецназ. Вот именно спецназ. Я понял тебя. Ну, по экипировке, я так понимаю, у вас есть какие-то ограничения, какие вы правда используете? Привод М4CQB исключительно, штурмовой привод единственный. Пистолеты у нас Сиксавр 226-й или для командного состава разрешен Кольт 1911. Меня повысили недавно до сержанта, я смог таки свой любимый Кольт. До этого не мог его использовать, был неуставной, теперь у меня есть Кольт. Дальше, то есть обычные длинные штурмовые М-ки использовать нельзя. Снайперка у нас настолько кастомная, что ее до сих пор никто не сделал. Пулемет обычный, какой там, М249, кажется. 249-й. Ну, пройдись, пожалуйста, по своему снаряжению, как тебе так удобно? Почему ты пришел к такому снаряжению, там, это моделирование, либо тебе так удобно? Итак, у нас ограничений по моделированию именно расположения подсумков нет никакого. Каждый имеет право располагать, как ему удобно. На живот я вешаю спаренные подсумки, потому что у меня в них хранятся спарки магазинов. Соответственно, я могу перезаряжаться в два раза быстрее во время боя. Кончились. Хоп, хоп, я снова в бою. То есть, спаренные магазины уважаю. Одна проблема, их долго вынимать из-под сумка, вот это не очень удобно. То есть, это не так быстро, как одиночные магазины, которые здесь запасные висят в этих подсумках. Итого у меня 12 магазинов, разрешенные нам как раз по уставу. Максимальное количество 12 магазинов. Для сброса магазинов сумка для сброса. К сожалению, левой рукой кобуры нету, поэтому сброс мешает кобуре, не могу перевесить. Здесь у меня висит сумки для гранат. Здесь гранаты 40-мм, то есть, по идее, это подсумки для гранат для подствольника. Именно на эти привода подствольники не подходят, нужно специально здесь дорабатывать напильником. Но варианты есть, всякие короткоствольные подствольники. Из экипировки. Я не использую гарнитуру, потому что я ленюсь. Она неудобна, а я за удобство. А как же палево? Да, палево ночью, это косяк. А днем ерунда. Что? Берцы, наколенники, все как положено, все по уставу. Ничего больше особенного нет. Разгруз у нас 60-94. У тебя есть бронеплиты? Это там стоят коврики туристические. А, коврики. Хорошо не было говорить. Скажи, пожалуйста, Фрис, ты довольно-таки давно играешь в строкбол. Твоя команда часто играет в игры, мы к вам все приезжаем с удовольствием. Моя команда Бешеная Медведя, сейчас ты гость на твоих играх, на играх твоей команды. А вот, скажи, страйкбол это игра друзей? Я так понимаю, что этот слоган, страйкбол игра друзей, был придуман, когда играло в страйкбол 10,5 человек со спринговыми китайскими. И тогда это был круг настолько замкнутый, как сейчас у хардболистов, где каждый человек знает каждого как облупленного. Сейчас сложно говорить, я в слово друг вкладываю довольно глубокое значение. Это друг, это друг. Это человек, с которым ты можешь все разделить, с которого ты все знаешь. Сложно назвать страйкбол игрой друзей, когда приезжает на игру 40, 50, 60, 80 человек, и с половиной из них ты знаком шапочно. А половину ты просто даже не узнаешь, если на улице встретишь. Поэтому это громкая, красивая фраза, что страйкбол игра друзей. Но по факту страйкбол это игра тех, кто хотят, мужиков, которые хотят повоевать. Понятно. Скажи, ломка присутствует? Что присутствует? Ломка присутствует от игры к игре? Проблема скорее в одном, в другом, что я несколько растерял адреналин. Блин, начинаю играть и чувствую не страшно, не колотит уже, очки не потеют просто от того, что страшно. Нет этого, думаю, блин, что-то, да, уже, скорее уже наоборот бывает, что, думаю, ушло какое-то первое вот это вот такое, что когда-то действительно уже жутко. Понятно. Фрис, мы постоянно посещаем игры твоей команды днем. Хотелось бы увидеть игры ночью, они будут вообще, планируются? Планируются ночные игры на жаркое время года, это будет лето, и начало лета, середина лета. Когда днем на солнце плюс 40, и находиться просто игра вяло уже идет, неинтересно. Будут игры, вначале попробуем сделать вечерние, игра уже на закате будет идти, а потом вечерние ночные. То есть игра будет идти часов с 7 или с 8, и там до 12, к примеру. Такая же воскреска, с таким же сценарием, ну, вместо флагов будут фонари висеть, люстры походные. И это будут игры с обязательным использованием шаров трассерных и трассерных подсветок в приводах. А заботитесь этим заранее, потому что когда такие игры начинаются, а потом у мастеров очередь на неделю вперед, и вы просто не успеете. Самая дешевая подсветка, по-моему, рублей 600 сейчас стоит, ставится в камеру хоп-апа, подключается от того же аккумулятора, что и привод работает, и шарики подсвечиваются без каких-то лишних устройств. Ну, или кому это неохота делать, глушители, так называемые, с трассерной подсветкой. Я понял тебя, Фризис, это радует, что будут ночные игры, будем их также посещать активно. Спасибо тебе большое за интервью, ровного шара, братское сердце. Давай, жму руку.